Второе дыхание получил стадион «Красное знамя». Торжественный праздник, его открытие еще впереди. Необходимо обновить трибуны и завершить некоторые косметические работы. Но тестовые соревнования, приуроченные ко дню физкультурника, уже состоялись. 13 команд городских и сельских поселений провели футбольный турнир на Кубок главы Раменского района. Андрей Кулаков назвал обновленный стадион визитной карточкой города. Я люблю футбол. Я с детства любил футбол. Я всегда любил футбол. Поэтому, конечно же, для меня тоже это очень приятно, что мы получили в Раменском такое замечательное поле с искусственным покрытием, которое, в общем-то, не подвержено никаким погодному катаклизмам, скажем так. Есть еще мини-футбольное поле тренировочное, где будут заниматься ребята из футбольной школы. И я думаю, что когда-нибудь отсюда выйдет какая-нибудь звездочка, которая украсит профессиональный спорт в футбол. Нам еще необходимо провести целый такой комплекс работ для того, чтобы действительно уже стадион получил тот вид, по которому мы хотели и который мы планировали. Нам нужно отремонтировать полностью трибуны еще. Есть еще ряд элементов, которые мы должны сюда внести, в частности, некоторые виды ограждений и некоторые другие. Вот после того, как мы это сделаем, значит, стадион уже в полной программе уже станет тем объектом, который можно использовать без ограничений, без каких-либо опасений по безопасности и так далее и тому подобное. Почти половина воспитанников дюж «Сатурн» – футболисты. Теперь в их распоряжении два поля с искусственным покрытием. Кроме этого, на стадионе «Красное знамя» можно заниматься и другими видами спорта. Появились площадка для воркаута, беговая легкоатлетическая дорожка и баскетбольная площадка с прорезиненным покрытием. По данным видам спорта также прошли тестовые соревнования. Я бы хотел напомнить, что непосредственно при поддержке губернатора и правительства у нас был открыт Ледовый дворец достаточно недавно. И в Жуковском, и в Раменском открыты бассейны. И я хочу вас заверить, что это не последние объекты, которые будут построены при поддержке правительства Московской области, в том числе и в Раменском районе. Наша же задача – создать все условия именно для массового занятия физической культуры. И я бы даже расширила это словосочетание – активное времяпропровождение всей семьей. Именно это мы стараемся пропагандировать. Отрадно отметить, что в Раменском и Раменском районе действительно созданы условия. Но потребность населения сейчас, чтобы им предложили услуги по использованию этих созданных условий. Именно этим мы сейчас и занимаемся. Мы проводим соревнования на площадках воркаута. Мы нагружаем и используем универсальные спортивные площадки от городского парка до выхода в город. У нас запланирована серия мероприятий по выходу на городские и детские площадки по Раменскому, Холодову и Зеленейной части. Да здравствует спорт на стадионе «Красное знамя». Под таким лозунгом прошел день физкультурника в городе. На празднике присутствовал главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Барзаковский. Олимпийский чемпион пожелал раменским спортсменам высоких достижений. Ребята растут, подрастает неплохой резерв в целом в сборной команде по легкой атлетике. Но могу говорить не только за легкую атлетику. Вообще во всех видах спорта в последнее время очень хорошо идет развитие спорта в целом. И я думаю, что в ближайшее время, 5-7 лет, у нас появится хорошее поколение спортсменов, которые будут достойно представлять сборную команду на Олимпийские игры. Пожелайте только здоровья, счастья, благополучия, чтобы все задуманное обязательно осуществляло, чтобы как можно больше наивысших наград было, регалий. Ребята это могут, я это знаю, я это вижу, поэтому всем удачи. Отрадно отметить, что развитие массового любительского спорта набирает популярность у людей всех возрастов. Например, в велопробеге приняли участие представители ветеранских организаций. Сергей Григорьев, Ольга Скрябина, Екатерина Алфимова, Марина Миткевич для программы «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин